2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Подаривший нам Тору и явивший нам Ешуа, Мессию, который является Светом Миром и нашим Господом и Спасителем. Амин. Давайте мы присядем. Итак, недельный раздел Торы называется «Корах». Это 38-й раздел Торы и 5-й раздел книги «Чисел». Имя свое получил по первому значимому слову текста «Вайка Корах бен Ицхар бен Кихад бен Леви». «Я делился в Корах, сын Ицхара, сын Кихада, сын Леви». И содержит стихи из 16-й главы 1-й стих по 18-й главу 32-й стих. Я не буду рассказывать, что написано, описано в этой главе. Вы знаете, что я сдаю предпочтение, чтобы вы читали. Я буду просто комментировать. Итак, числа 16-я глава 1-й и 3-й стих. «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, Идафан и Аверон, сыны Елевава и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ним и сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аароны и сказали им, полно вам, все общество, все святы и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господа?» Давайте мы посмотрим вот такая конфликтная ситуация и давайте мы посмотрим на эти претензии Корея к Моисею и Аарону. Еще раз я делаю акцент, что не только Корей, но еще с ним 250 человек и еще сыны Рувимовы. И они собрались против Моисея и предъявили ему, скажем, претензию, они сказали ему определенную претензию. Давайте мы посмотрим, что же первое, то, что полно вам, ну буквальный перевод, он говорит, ребята, ну как, если наш язык переводить, ребята, вы слишком много на себя берете. Все общество, все святы и среди них Господь. Действительно, они были правы. Вот знаете, если разбирать вот это так буквально, они были правы, потому что, если помним, возле гори Синай, когда Господь давал Тору, Бог сказал, помните, что в исход 19 глава 5-6 стих, Он сказал народу, если что будете у меня царством священником и народом святым. То есть, тут они были правы в этом. Смотрим следующее обвинение. И он говорит, что и буду, это исход 29 глава, и он говорит, что и буду им Богом, да, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. И вот, если мы посмотрим, есть конфликт, есть Моисей, есть определенные люди, которые приходят с определенными претензиями, и они ему говорят правильные вещи. То есть, они ему не говорят, что-то придумывают, они говорят ему, все святы, среди всех нас Господь, кто вы такие? Что вы себя превозносите перед народом Божьим? И давайте мы посмотрим, ну, действительно, они говорили правду, ну, вроде бы правду, но вы знаете, это была правда, которая была выгодна им, потому что они вроде бы переживали за народ, да, но на самом-то деле они переживали не за народ, если мы подумаем, да, они переживали за себя. Да, и, знаете, очень интересный момент, что они не просто молчали, они еще что-то утаивали, да. Вот, давайте мы посмотрим на фрагмент, когда Моисей говорит, пусть на веру вима придут ко мне. И что они говорят? Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед. Вот, подождите, я что-то другую Библию читаю, то есть, получается, Моисей вывел народ Израиля из страны, в которой, ну, молоко и мед текло, да. То есть, рабство было прекрасное такое, что они к Богу кричали, Боже, помоги нам, спаси нас, так было хорошо. Не, ну, я просто по тексту иду, да. Интересный момент очень. То есть, получается, есть конфликт, они приходят с претензиями, и при этом они говорят не всю правду, они говорят полуправду, то есть, они не раскрывают все, ну, все, и они говорят только то, что выгодно им. То есть, мы видим конфликт. И давайте мы посмотрим дальше. То есть, мы смотрим, что, опять же, тут неправда, потому что Египет, я не думаю, что был прекрасным местом, потому что они сами просили, чтобы Бог оттуда их вывел. И, ну, теперь вопрос, а что же ты нам хочешь рассказать? К чему вот эта вся, вот эта история, конфликт, вот это Моисей, понятно, что они пришли, они захотели иметь то же самое, что хочет Моисей. И вы знаете, я хочу вам сказать, что Писание, оно богодухновенное, да, и оно полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности. И если мы смотрим на события прошлого, мы можем провоцировать их в настоящее, чтобы изменить наше будущее. Вот, идея какая. Сегодня, к сожалению, схожие тенденции мы можем встретить в общении Божьей. Ну, конечно, я согласен, это крайности, но, может быть, вы тоже что-то слышали подобное. Кто ты такой? Кто тебе дал право указывать мне, что я должен делать? Все мы святые, и Дух Святой живет во мне, и в каждом, и ведет меня, и не перевозносись перед народом Божиим. Или там, придумали себе должности, нахватали, а теперь, ну, знаете, в то время, как истинные служители Божьи где-то там, на задворках сидят. Ну, слышали такое? Я слышал. Более того, я когда-то в этом и участвовал. Я буду говорить правду. Смотрите, очень интересный момент. Что было тогда, книга Экклезиаста, то есть и сегодня. Тенденции не меняются. Люди хотят иметь признание. И Моисей упал на лицо и говорит, люди, что вы творите? Бог вас избрал служить Богу. Бог избрал вас служить при Хскинии. Неужели вам этого мало? А сыновья Рувима говорят, вообще не пойдем. Из земли текущий молоком и медом вывел, а обратно в такую землю не вел. Виноград не дал. Не хотим с тобой дружить. И ты смотришь, подождите, но это же люди, которые стоят во главе. Люди уважаемые. Люди, приходящие на определенные, ну, как бы, призываемые на собрание. Люди, имеющие вес. Что же здесь происходит? Неужели у нас, ну, понимаете, сама тенденция какая интересная? И я думаю, Боже, что же происходит там? А все очень просто. Послушайте. Они считали себя обделенными. Они не ценили то, что было у них. Они не увидели то, что Бог им дал. Потому что, если мы посмотрим в будущем, сыновья Кореи, не Кореи, который погиб, а его сыновья, которые не пошли за ним, они стали кем? Они стали служителями Божьими. И вы, каждый из вас, и я в том числе, открывая книгу псалмов, читаю псалмы сынов Кореевых. Это, да, это потомки тех, кто пошел против Бога. Но они остановились. Потому что они поняли, что дал им Бог. И они начали раскрывать этот дар. Тут произошел конфликт. Конфликт, который привел к определенным последствиям. А все произошло из-за того, что мы, как люди, мы хотим иметь что-то большее, что мы имеем сейчас. Нам хочется, чтобы нас слушали. Нам хочется, чтобы нас принимали. Мы хотим, чтобы мы командовали, а нам за это ничего не было. Но они не понимали, что Моисей вывел их из Египта. Бог вывел, ну, через Моисея. Что это Моисей стоял возле горы Синай. И когда Бог говорил, идите ко мне. Народ стоял возле горы и говорил, не, не пойдем, Моисей, иди ты. Они это забыли. Они забыли, что когда они просто уже готовы были опять возвращаться в Египет, Моисей кричал, не делайте это. Они забыли, что не Моисей сказал, пусть Аарон будет главным. А что Бог сказал, пусть сыновья Аарона. И Аарон, они будут священниками служить перед моим лицом. И я все время возвращаюсь к этому моменту, что, знаете, Аарон имел право вообще, когда к нему пришел Бог и призвал его, это прошло 80 лет с рождения его брата. И он даже не знал, жив ли этот брат или не жив. Но Бог сказал, иди в пустыню. Что? Бог сказал, иди в пустыню навстречу своему брату и будешь ему устами. И он, как Авраам, молча встал и пошел. Это муж веры. Простите, он заслужил то, что Бог избрал его. Потому что другие сказали, мы не пойдем. Другие говорили, мы не хотим этого. Другие говорили, а кто вы такие? Но они платили цену. Они не понимали, что за этим, что это не просто быть начальником, это не просто стоять во главе. Это ответственность, которую каждый из них нес. Понимаете? И вот, что происходит. Происходит конфликт. Конфликт неудовлетворенных людей. И перед, как им кажется, что их не приняли. И что делает Моисей? Смотрите. В чем их различие? Вот, отметьте, какое интересное различие. Что хотел Корей? Корей стремился к власти. И знаете, к буквальному уничтожению конкурента. Потому что написано, он возмутил народ. Народ возмутился. И они хотели побить Моисея. Я не думаю, что они его там, как бы, погладили. Они бы его просто забили насмерть. Смотрите дальше. Он искажал правду. Они замалчивали правду. Вы знаете, что полуправда – это ложь. Они говорили неправду против них. Они возбуждали у людей какие-то, говорили, вот вы, главные, вас люди приглашают, а что вы, вы же не понимаете. Это они, вот если бы их не было, вы бы сейчас делали бы, что вы хотели. И люди, знаете, как в Писании написано, в Тимофее, что в последние времена, да, люди будут избирать себе учителей, и которые будут льстить их слуху. Но извините, так написано. А что же делают Моисей и Аарон? Вместо того, чтобы сказать, Боже, мы согласны, уничтожай народ, они говорят, что? Боже, пожалуйста, пощади народ. Два раза в течение этой главы Бог был готов уничтожить Израиль. И два раза Моисей и Аарон падали на лица свои и говорили, Господи, разве из-за одного человека ты уничтожишь весь народ? Их сердца были сердцами милостивыми и ходатаями. Мы иногда этого не замечаем. Мы смотрим на определенные позиции, но мы не видим ответственности за этими позициями. Мы не понимаем, что делают эти люди и что они несут. Понимаете, к чему? И что происходит дальше? Я хотел бы просто, у меня уже, к сожалению, не так много времени, но я хотел бы, чтобы вы увидели вот этот очень важный момент. Как люди мы можем оказаться на месте Кореи. Как люди мы можем оказаться на месте сыновей Рувимовы, которые были увлечены этими людьми. Но как верующие в Ешуа, Мессию, мы должны остановиться и посмотреть на все. Мы должны спросить у Господа. Господь, что происходит? Сыновья Кореи вы так сделали, и они остались живы. И они вошли в свое призвание. Понимаете? Очень важно. Мы хотим иногда взять чужие дары и жить чужой жизнью. Вместо того, чтобы сегодня стать теми, кем и хочет нас сделать Бог. Вместо того, чтобы сегодня сказать Бог, что я должен сделать для тебя на своем месте. Сегодня, чтобы прославить тебя. Мы говорим, вот если бы я был вот здесь, я бы сказал. И все бы сразу же послушались меня и стали бы хорошими. Как Бармалеев в фильме. А кто не послушается, я того в порошок сотру. Классика кинематографа. Но это и классика жизни. Бог поднимает людей, не просто наделяя их дарами. Он вырабатывает их характер. Бог вырабатывает характер Моисея, характер Аарона. Бог поднимает этих людей, видя их сердца. И для этого, и потому Он хочет, чтобы каждый из нас был осторожен в своих выборах и в суждениях. Мы должны смотреть на все происходящее вокруг нас и принимать, вот именно, знаете, сквозь призму Писания. Поэтому я закончу местом Писания из первой книги Петра апостола Шимона, Кефе, который написал верующим. И это касается так же самого сынов Кореевых. Потому что, ну, просто их неправильное поведение, их неправильные действия привели к погибели этих людей. Понимаете? И Бог просто показал, явил себя, что Он Бог ревнитель. Но и при этом Он показал, что Моисей и Аарон, они люди с большими сердцами. Итак, 1 Петра, 5 глава, 5-6 стих. Так же и младшие, повинуйтесь пасторам. Все же, подчиняясь друг другу, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает милость. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Моисею понадобилось 80 лет скитаний. Кому-то из вас понадобится, может, год, кому-то из вас понадобится 10. Но Бог в свое время поднимет вас, если вы будете верны, если вы будете смиренны, если вы будете послушны Ему и Его воле. Отец, во имя Ишоа, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас. Ты благословил нас, Боже, брать мудрое, Боже, из немудрого, чтобы Ты дал нам, Боже, милость, Боже, быть не просто слушателями слова, но исполнителями этого слова. Научи нас, Господь, не судить других людей. Научи нас, Боже, не обвинять других, не осуждать, но, Господи, научи нас, Боже, молиться за этих людей, благословлять их и делать то, что мы должны делать для Тебя. Не бояться, Господь, что мы останемся там внизу, потому что Ты сказал, что Ты в свое время сделаешь невозможное. Во имя Ишуа мы благословляем Тебя. Бога Авраам и Цхака Якова. Амин. Спасибо. 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Продолжение следует.